Всем привет! И сегодня мы будем готовить с вами очень вкусную солёную селёдочку. У меня это селёдка Iwasi. Но селёдка может быть любой. Норвежская, керченская, не важно. Большая, маленькая. У меня вот такая красивая Iwasi. Для этого нам нужен рассол. Рассол у меня уже готовый. Как его готовить? На 1 литр воды берёте 4 столовых ложки соли. 2 ложки сахара. Столовых. Примерно чайную ложку чёрного перца, кориандр по вкусу, 2 лавровых листика. Это на 1 литр воды. Доводите до кипения, потом выключаете. Тока у нас успокоилась. Опять доводите до кипения, выключаете. Так делаете 3 раза. В принципе, для тех, кто любит попроще, можно это не делать. Просто закипятить, дать 3 минутки покипеть и выключить. И дать остыть. Теперь берём банку и укладываем в неё нашу рыбу. Ну, либо кастрюлю. У меня рыбки маленькие, поэтому я буду укладывать в банку. Вот так вот у нас получилось. И теперь заливаем рассолом. И закрываем крышечкой. В принципе, всё. Можно поставить просто в прохладное место. И через сутки она будет готова. Можно поставить в холодильник. Но прежде чем ставить в холодильник, всё равно пару часов нужно подержать её в тепле. Самая вкусная рыбка получается у нас суточная. Ровно через сутки. Даже если мы говорим о большой норвежской селёдке. Ну, кому как, нам нравится суточная. Потом нравится на третьи сутки. А вот на вторые сутки не очень. Не знаю, как это объяснить. Но вот суточная вкусная. И потом на третьи сутки. На вторые сутки не очень. Теряется вкус. Всё. Ждём сутки. Ну вот, рыбка наша просолилась. Мы уже её попробовали. Очень вкусно получилось. Ну и самые главные наши дегустаторы. Ты пробовал рыбку уже? Нет. Так пробуй. Вкусно! Нравится? Да. Да. А тебе тоже понравилось? Да. Ну вот. Так что рецепт очень хороший. Залите. И приятного всем аппетита. Пока-пока. Пока. 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 Ставьте лайк. И подписывайтесь на канал. Да. Точно. Угу.